Хотя боевики окончательно взяли власть в Афганистане и уже налаживают международные связи, афганцы за рубежом не готовы с этим мириться и планируют дать бой Талибану. Душанбе 29 сентября в спутник, в офисе посольства Афганистана в Душанбе висит фотография экс-главы разведки и вице-президента Ира Амрула Салеха как лидера республики, которая и сейчас фактически уже не существует. Но для дипломатических работников это символ того, что афганцы считают законным главой государства именно Салеха, а Талибану они демонстративно не подчиняются. Сам же Салех то ли руководит партизанскими действиями против талибов непосредственно в Афганистане, то ли, по неподтвержденным данным, находится в таджикской столице с группой министров. Спутник Таджикистан поговорил с главой дипмиссии Зохером Акбаром и спросил у него, какая судьба ждет афганское правительство в изгнании и есть ли шанс у сопротивления за рубежом сплотить силы для отпора талибам. Не так давно талибы призвали возобновить работу иностранных дипмиссий в Афганистане и пообещали амнистию чиновникам прежней администрации, если те вернутся. Почему для вас эти условия неприемлемы? Во-первых, правительство, не признанное международным сообществом, нелегитимно. Статьи 60-67 Конституции Ира прямо говорят, что в случае болезни, убийства или бегства главы государства его обязанности ложатся на вице-президента. Во-вторых, международное сообщество в Афганистане уже 20 лет воюет с талибами под флагом борьбы с терроризмом. Собственно, это зарубежные игроки, а не афганский народ внес их в черные списки. 17 членов нынешнего кабинета министров значатся в таком перечне или даже имеют историю содержания в Гуантанамо. Распознать их очень просто, кто дорого обошелся Америке, тот и министр. Существует ли возможность для сопротивления создать альтернативное правительство Афганистана? Сейчас талибан звездочку пришел и забрал дома и земли, но не принял ни конституцию, ни правила. Наш флаг развивается по всему миру. Я настоящий и честный посол в Афганистане и сегодня призвал членов афганского парламента собраться вместе и сформировать правительственный кабинет Ира во главе Самрула с Алихом. Не имеет значения, находится ли это правительство на вершине горы или на территории страны, которая нас поддерживает, важно то, что только это правительство будет легитимным. Время его объявления уже близко, скоро вы увидите.